всем привет друзья с вами red fox это battle бразер слон фокс похождения одинокого лиса уже в небольшой компании правда и так прошлой серии мы приперлись северные замки с шестью тысячами денег в поисках с ворд мастера хотя бы мы вообще хороших людей а их тут нет их вообще тут нет продать нам ничего не надо вроде да давайте сходим наверно в гримштадт может у них что стряслось вот заработаем если получится и получается одна юг идти турмбург еще можно сходить и наверно вообще вот на юг надо идти смотреть там на севере деревень то мало и тогда я успеть успеть до ночи отлично так что у вас случилось какие-то бесты за тысячу поохотиться за тысячу поохотиться мне кажется мы уже можем поохотиться за тысячу о конрад наш братец из стримов правда сигурд варвар варвар они взять ли мне варвара еще двести второй уровень а давайте попробуем если что не так много потеряли боится нежити рейндж дефицит опа 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 вы гляньте так 109 выносливость если без колотушки 123 на старте да мне говорили что они идеальные для орковского оружия пожалуй пожалуй да красавчик а сигурд имя хоть не варварское ну ладно так вот так вот так а вот тут непонятно с одной стороны выносливость ему вкачать еще больше это будет зверь тяжелой броне с какой-нибудь ским дёрковским тесаком с одной стороны другой стороны можно вкачать ему раз у нее тут две звезды инициативу dodge и он будет доджить вот у тебя 76 инициативы и dodge ну без боя не посмотреть сколько dodge дает так а если тебя приодеть 81 то есть если всегда ее вкачивать она будет в районе сотки всегда а это плюс 15 защиты и и в миле и в рейнже пока он не устал то важно плюс 15 это много так с одной стороны тебе надо двуручник с другой стороны с твоей меткостью это точно не топор плюс 5 шанс попасть а вот тут плюс 10 так либо вот этот либо вообще пока что со щитом и копьем наверное тебе лучше быть так а мы еще побитые а полезли за квестом это ошибочка и так 64 хп при этом при всем он вообще красавчик слушайте он вообще хорош только туповат для нашей быстро растущей пати ой 4 выносливости очень хочется 5 инициативы пока ничего не даст пока ничего не даст на 4 выносливости даст другой стороны плюс 5 инициативы 10 уравней это плюс 50 реально вот даже со щитом у него будет больше сотки давайте инициативу давайте инициативу ему качать выносливость у него вроде нормально может и без орковского оружия обойдемся зато он будет увертливым так давайте книжку ему как и всем нам скомпенсируем его минусы так ну наверно пока с копьем нож возьми так на кого охотиться так а у гулей какие следы у гулей тоже вроде бы звериные следы так ну понятно они там вокруг побежали как нибудь сами придут в общем еще бегать за ними что ли как раз мы пока и под подлечимся подремонтируемся и и днем то мне бы лучше лучнику дать простор так тут еще кто-то ходит ага ну как всегда ругаря наворачивают так маленький мальчик лесное дерево на край ветки мячик у него застрял на крыше дома можно им помочь можно не помогать у нас нет времени на это я за это так 9 начасов похоже тир 3 есть начасы тир 3 это серьезно давайте их немножко выгулием дочинимся может и подмогу найдем кто там еще ходит интересно так сколько там еще ремонтируется 20 часов 20 часов то вряд ли мы будем их водить если там несколько тир 3 просто это это крайне неприятно травма тут еще со сломанным носом тоже не в тему так ну вот чьи-то следы мы наверное можем их забить но все зависит от того сколько там тир 3 вот чего я опасаюсь вот на ларса выйдут толпой будет неприятно где вы там следы-то все поисчезали сейчас окажется что там тир 1 фигня только ну как уже не только они там застрелили двоих сейчас их сожрут так надо хоть одного-то убить а то мне награду не дадут да тир 1 1 тир 2 испугали меня иконкой на карте слушайте я ведь могу так никого не убить с адреналина можно попробовать туда заехать но я-то не ударю бейте их бейте желательно убивайте даже а то они обнаглели совсем футманы 2 тир 2 и все для 1 тир 3 но вряд ли не видать там тир 3 надо какую-нибудь болезненную застрелить хотя бы хорош звер стоит так не убивай не убивай отлично нет арнульф что ты делаешь а вон была тир 3 1 тир 3 была но я думал там вообще жесть будет за тысячу монет но все равно у них сиртео какой есть я не заметил вали сержанта нормально ухо порвали может сержанта подстрелим у них два сержанта так не честно что у вас два взвода тут можно проскочить но стоит ли это делать да рискнем с одного удара не должна убить но она может и два раза стукнет будем надеяться она будет сержанта пытаться добить как они любят это же фраг если она вообще сходить то успеет оставьте мне дайте я откну в нее все сержанты ходят быстрее что-то они не стреляют в спину своему мне бы наверное в спину уже стреляли да ладно как ты не помертая адаптация нимбл у сержанта ничего себе гады ладно мы одну хоть урвали ничего не получили квест сделали ну фиг знает были бы мы полностью отремонтированы и залечены наверное мы бы выдержали 9 гулей 1 т2 1 т3 кто вылез из города когда мы мимо прошли уже с этим прицепом все тут полувазили гляньте пока гули были они прятались но фиг знает как бы оно могло пойти если бы мы его лиса поймала несколько тир 1 гулей а в это время тир 3 пришла бы к этим парням она бы могла там и развалить а че нам тут ничего не надо даже наверное еды можно ягоду взять у нас и так ягоды 11 провизии теперь едим в день это нам на 3 дня там испортится быстрее давайте купим ягод пусть будут так 5000 денег после варвара идти в Турнбург смотреть людей но если они там есть у меня не особо денег непонятно хватит нет может хватит может нет если не хватит надо зарабатывать в Турнбах опять пойти далековато шлить обратно через деревни как мы сюда шли и может что подзаработаем еще может обновились квесты нам еще парочку квестов таких все починили кстати скоро там заживешь со своим носом кроме травмы все остальное залечили и зашили так погодите только я почесался 7 риверов риверы жесткие ребята они нам нос и сломали насколько я помню это что за ноги я думаю можно попробовать подходит подходи поближе подходи поближе Вы стала поднимать ли еще и щиты? Это вопрос. Ну, кстати, девастатором можно и выйти. Вот сюда. Правда, я для метательных открываю лучника. Ну, в принципе, как раз, чтобы под удар этой дубины не попасть, пошли. Я хотел его порастреливать, но веселее же его рубить. А еще с адреналина можно и добить. Но нужно ли нам сейчас адреналиниться? Я думаю, не нужно. Пусть другие подойдут. Он кровью потек. Он долго будет истекать. Так, вопрос. Не накидают ли тебе? У тебя есть додж антисипейшена? Нет. Вот, у него сотня почти. Плюс 14 защиты всей. Но это не так и много. Без антисипейшена. С другой стороны, дубину надо расстреливать. Ладно, давайте. Не убьют его, надеюсь. Ты вообще слышал, в кого надо стрелять? Ладно. Пойдут ли они с этой стороны? Вот это вопрос. Можно вот так прикрыться. Наверное, так и стоит сделать. Ах ты, тварь нехорошая. Ах ты, тварь нехорошая. Так. Сейчас мне эта делегация не нравится. И они вообще вперед не пошли. Ну, то есть вот эти пошли, а эти ничего не сделали. Покидались. Хартмут, ты что делаешь? К нам такая делегация идет, а ты промахиваешься. Этот, кстати, с каким шансом попасть бил? Шестнадцать. По идее, можно шагнуть и вдарить вот этому. А сюда подойдет Ларс и добьет. Или вдарить этому и подойти на его место. Сюда вставать нельзя. Так. Давайте-ка. Надо их чуть сдвинуть сюда. Или поменять местами. Давай добьем мы. И не добили. У Ларса-то как раз есть защита от метательного. Да, у него антисипейшн. Одного заберем. Так, давайте-ка вот здесь адреналинчик уже используем. Пользуем. Черт. Что-то я это просмотрел. Ларс, ну давай, шестьдесят четыре. Хорош. Ребра разломали. Ишь. Приперся он тут. Я хотел его повыше поставить на клеточку. Кстати, можно рискнуть. Можно рискнуть. Хотя 50% шанса он бил. Сейчас он под Дейзом. Мы, наверное, не будем рисковать получить еще один удар. Лучник открыт для этих двух метателей. Это вот меня напрягает. Ну, кстати, если сюда с Игурдом отойти, то прикроем. Будет дырка, куда они попробуют забежать. Но у меня как раз копья подняты. Они крутанутся ли мне? Вот такой вопрос назревает. 78, 80, 79. Этого убьет, если попаду. Этого, может быть, убьет. От этого не убьет. С другой стороны, этот с кровотечением умрет после своего хода. Когда он там ходит. Не скоро. Через семь ходов. Но вот этот, если дамажит мне Ларса, будет неприятно. Давай крутанем. Аба! Отлично. Еще дубина. Я и забыл. Да твари! Пробили бок. Вот это копье переставить сюда. Надо в кого-то уже попадать. Хартмут, ты что, издеваешься? Адреналина у нас нет, чтобы подъехать на адреналине. Такие здрасте. Еще можно Арнольфам подойти просто. И этим подойти. И Хартмут останется один в чистом поле против двух металлок. Блин, что делать-то? Что же делать? Этот еще не ходил. Зря им стрелял. Надо было отойти, может быть. Можно Арнольфам сюда подойти, если будет силы щит поднять. Наверное, не будет. Но он все-таки танк, должен выдержать удар. А Ларсам подойти вот сюда. И после того, как этот ударит по танку, подойти ударить его. Сигурд в это время возьмет вот этого. Хартмут останется стоять посреди пустого места. И его закидают дротиками. Или танков выслать. Ну как танков. Сигурд такой себе танк. Парней выслать на этих парней. А Ларсам прикрыть Хартмута. Наверное, так надо делать. На тебе в шапку. Волота. Или вообще вот сюда подъехать. Но этот подойдет и убьет мне лучника. Можно его взять. Можно вот здесь копье выставить. Куда он сюда подойдет, наверное. Давайте копье попробуем пока еще. На адреналин не хватает. Жаль. Очень жаль. Пошел нафиг. Третьим разом его можно было бы и пустить. Чтобы он как раз под Ларса подошел. Можно Ларсам пойти вон туда. На 40 хп. Какого-нибудь оружия там я понятия не имею. Было. Вот сюда и сюда. Это защитит нашего хантера. Но что будет с остальными, это вопрос. В частности с Ларсом и с Арнульфом. Что так тяжело-то? Очень не хочется хоть кого-то потерять. Прям вообще. Это недопустимо. Но если сейчас Арнульфу попадут в дубины, надо будет его как-то спасать. А если я сейчас даже встану сюда, то прилетевший Дживелин может Хартмунт это убить. 50 инициативы у него осталось. У Ларса 60. Прикроем наверное телом. И ты пока здесь стой. Сейчас опасные моменты. Фу. Все. Все промазали. И ты промазал даже. Какой красавчик. Хартмунт, я даже не знаю. Тебе бы так. У одного кончились метатели, но этого наверное еще одно. Рисковать не надо. Ну и-ка отойдем. Постреляем вот этого варвара. Почему ты ни в кого не попал за весь бой? Для меня загадка. Ларс хорош. Ларс хорош. Молодец. Прям таки. Так. Ну мы даже щит поднять не можем. Так что просто бьем. Тут наверное тоже просто бьем. Просто бьем. Минус голова. Отлично. И наверное я подвинусь. Че он там контуженный. 23% шанс попасть. Был. Нормально. Так. Хорошо. Какие шансы у него были попасть? 16. Он пошел за моим лучником. Раз, два, три, четыре. Мы так не договаривались. Да Хартман, ты че издеваешься? Хорош. И наверное сюда. Арнульф разбивает броню варвару. Так. Тут вопрос. Можно между ними встать и кому-то из них заехать. Но получится ли? Ладно, Сигурд, бери этого. В голову-то не обязательно было бить. Да, можно шагнуть. Но в принципе мы уже его взяли. Ну ладно, пошли. Потанкуем. 95. Опа. Порезали руку. Так. Хорошо. 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 По Сигурду 24% шанс попасть. По Арнульфу 24%. У всех 24%. Что такое? Как у вас? Как так получилось? У тебя 41 защита. У тебя 25. 41 защита и 24 шанса. Значит у него 65 мили скилла. У двуручника. А у этого травмированного... 40 с чем-то. Так, мы не можем подойти ударить. Так что подойдем и пропустим, видимо. Наконец-то. Не прошло и года. Кого-то попали. Сейчас он на последнем издыхании. Побитый. Как. Врежет. Нет, смотри, побежал. Сигурд молодец. Хороший варвар. Приятный. Не то что эти гады. Все, разобрались. Ларс начал попадать. Ларс начал попадать. Хартмут перестал. Надо раскачивать маленьких. Так что я, наверное, даже отойду. Ну, ты что? Не так же. Не сбежит же он от двух копейщиков. Два левелапа по 300 с лишним опыта. Сигурд с одним фрагом получил столько же опыта, сколько Хартмут вообще без фрагов. Потому что дебаф на нем варварский. Так. Это все тоже хорошо. Это стоит денег. Но опасно так с риверами связываться. Мало нас еще. Так, давайте левелапы посмотрим. Ларс шестой уровень получил. Так, так. И выносливости не дали опять. Три хп с колоссом может быть четыре или пять инициативы. Ну, а инициативу возьмем тоже. Три хп что-то не так, чтобы очень уж привлекательно. И перки. Рич адвентедж или собачку. Наверное, собачку. Если дать ему какой-нибудь меч. Тобачка пассивно дает. Плюс пять защиты получается за каждого подошедшего. А это плюс пять защиты только за того, кого ударили. Ладно, подумаю. Не знаю. Арнульф получил левелап. Защиты не дают. Дают выносливость. И тоже инициативу. И хп. Подожди, он же у нас нимблист. Он же нимблист. Значит хп по-любому. Инициативу для даджа тоже не помешало бы. Но и выносливость бы пригодилась. Прямо скажем. Знаете, пока выносливость. Пока дают. И индомитабл, наверное. Танку-то нашему. Да, индомитабл. Вот. У нас уже есть два танка с индомитаблами. Которые могут кого-то потанковать. Ларсу я подумаю. Не знаю. Еще брать. Так. Терченица лечится. Еще сутки. А тут нет монастыря где-нибудь. Ну, прям рядом нет. Просто, наверное, нашу маленькую компанию имеет смысл лечить. Чтоб они в травмах не сидели. Так, у вас ничего нового. Унхалды. Вы нас любите? Не очень. Ну, тогда мы его ничего и не продадим. Пошли дальше. Посмотрим дальше. Ты куда? Дальше вот сюда. Тут нам заданий не дадут. Ну, там замок. Хоть и маленький. Давайте зайдем, раз мимо идем. Я не помню. Заходил ли я людей смотреть туда? Леса. Тут опасно. Могут выскочить. И выскакивают. Сомтакс, Сомрейдер, Марксман, Фью и Лидер. Фига. Что-то крутовато для нашего побитого воинства. Не, ну что, 16 человек, вы что, издеваетесь? Был там 16 тагов. Ну, кстати, меня сейчас догонят в этом городе. Алло, милиция? Есть кто-нибудь? Нечего было сюда идти. Тут никого нет. Собаки, кстати. Собаки. Нас тут не особо ценят. С другой стороны, у нас назревает конфликт. После которого могут остаться вещи. Тут еще и собак нормальных нет. У меня же одна собака. Одна. Я хочу северных собак себе. Так, надо сваливать через горы. Лидер я бы, конечно, зарезал с удовольствием. Проблема в том, что он не один. Может, завести их куда-нибудь? Корком вон, например. Такую-то толпу. Грех добру пропадать, как говорится. Куда отсюда вообще идти-то? В Сан-Хум идти не надо. Это тупик. Поведем ли мы их куда-нибудь? Да нет. Нам надо вылечиться, чтобы шансы вообще иметь. Вот и сайтик. Что со здоровьем там? Даже нос еще не зажил. Вайтхофф. Или сразу южнее. Пошлите в Брунвальд сразу. Посмотрим людей. Если денег не хватит, как раз вокруг будем зарабатывать. В Кёнигсхайм пойдем. Так, тут кого-то бьют на дорогах. Надо быть повнимательнее. Активно бьют. Так. Так. Вроде тишина пока. Помню, гоблины любят на холмах сидеть возле дороги. Крайне неприятная встреча. Караван на 10 рыл. Нифига. Тут кого-то били прямо у города. Так. Вольфрам. По-моему, мы его уже видели. Он тут до сих пор сидит за 8 тысяч. Вольфрам легенда. 6 тысяч. Свордмастер. Слушайте. Слушайте. Это звучит как план. 6 тысяч. Один квест надо сделать. Или продать всякую хлам. Вы нас тут любите? О. Ну, более-менее. Дубины продавать варварски? Не продавать. Наверное, продадим. Так. Блин. Не тот меч продал. Но обратно я его буду покупать за полторы тысячи. Так что нет. Так что нет. А у нас уже 6 с половиной. Ну что, легенду наймем. Кличка, как бы говоря, пятый уровень. Ну, давайте попробуем. Господи. Господи. Легенда. Ой, ну и фигня. Меч вернулся, кстати. Ну и фигня ты, Вольфрам. 75 мил скилла, конечно, хорош. Но... Одним мили скиллом сыт не будешь. Так, ну ладно. У него 4 л... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, подумаем. Я хотел ему кнут, чтобы он был на поддержке. Значит, ему нужна выносливость высочайшая. Нужен ли ему резолв? Можно, в принципе, вкачать кнут и... Знамя ему дать. Знамя ему дать заодно. Когда надо будет кнутом фигачить. Когда не надо будет дудеть в трубку. В трубу, в смысле. Можно совместить сержанта с кнутом. У них даже в обучающем в этом видео, к дополнению не обучающему, а там в стиме, точно так же было. У него был кнут и за пазухой лежало знамя. Можно мили дефа ему накачать. Но надо ли? Вроде не надо особо. Если все будет идти хорошо. А у нас все может идти нехорошо. Здоровье бы ему не помешало. Как и инициатива. Здоровье. 3 мили скилла отлично. Выносливости теперь не дали. Теперь ничего особо не дали. Здоровье еще дали. 2 мили скилла. Надо брать. 4 выносливости надо брать. Резолф не дали. Особо. Встает вопрос. Качать ли ему резолф? 3 мили скилла. 3 дефа брать не брать. Это прям как-то у меня сердце кровью обливается. 5 дефа брать не брать. Так. Книжку тебе как всем. Крепленную башку. Потом, потом Но нимблистом тебе особо быть Не светит С другой стороны просто Как дополнительную враню Потому что тяжелую ты не потянешь Может быть И нормально Так На тебе пока знамя Дудку наверное И можно клевер мастере Побудать ему Кнут 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 Не продают Еще кнут надо искать Или взять что-то еще полезное Типа антисипейшна Чтоб ему не прилетало Из арбалетов Хотя с кнутом Он может стоять Со щитом Давайте возьмем И дизарм Не имеет шанса На У дизарма нет штрафа Я даже Это игнорировал Это офигенно же С его мили скиллом Дизарм не имеет штрафа Он нормально так будет Дизармить опасных Мне типов Осталось Кнут ему найти А то он никого Не на дизармит Так Ну что же Мы взяли Двух бойцов В этой серии Пойдем в Кенигсхайм Побиться мы уже не успеваем Потому что Мне пора на работу Убегать Посмотрим Есть ли тут задания И в следующей серии Наверное начнем Зарабатывать на кнут Тут кстати есть Нет Тут броня Тут нет Оружия Ну крестов Тут тьма Нашего народу нет Ладно Наша компания Растет потихоньку У нас уже 6 Из 12 Половину набрали Знамя Наверное надо Не с краю Ну ладно Посмотрим Кого куда Еще видно Надо держать в уме Что Сигурд Тоже двуручник Просто Пока еще Качающийся А можно Мегатанком Его сделать Ну короче Посмотрим Ну вот Такая у нас Пока что Компания Собирается Спасибо что Смотрели В следующей серии Мы будем Усиленно Зарабатывать Деньги Вот в этом регионе Кёнигсхайм Кракенкук Вот эти Две деревни Может быть Может быть Потаскаем Каких нибудь Злобных рейдеров Вроде тех Что нам Встретились Где они нам Встретились Вот здесь В подземелье Каким нибудь Злым врагам Вот там Подземелье Со злыми рейдерами Я помню Не помню Только кто там был В каком составе Количестве Но там были Какие то злобные Ребята Вроде бы Ладно Спасибо всем За просмотр Всем удачи Всем пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры